Автопроизводители всегда гнались за мощностью за секундами. Экологические нормы при этом душат их все сильнее и сильнее. Поэтому почти все автомобили сейчас, включая спорткары, либо турбированные, либо у них компрессор, иногда они гибридные, а бывает, что и вовсе полностью электрические. Настоящих заднеприводных атмосферных спорткаров почти не осталось. Та же участь постигла и Porsche 911. Раньше была модель турбо, а вся линейка остальная атмосферная. Но с недавних пор все 911 турбированные. Исключение их спортивная версия GT. И сегодня у нас на обзоре в Драк Тайвс Тест Драйв Porsche GT3. Porsche 911 GT3. В чем вся сущность этой модели? Здесь атмосферный двигатель, здесь задний привод, 500 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 за 3,4 секунды. Наверняка найдутся ворчуны, которые будут говорить, зачем он нужен? Есть 911 Турубая С или турбо, у него полный привод и он быстрее. Уважаемые ворчуны, поймите, не стоит спорткар оценивать одними лишь цифрами разгона. Большую роль играет то, какие ощущения вы получаете как водитель, когда управляете автомобилем. И поверьте, по сравнению с турбо, в GT3 намного больше ощущений. Самое важное новшество в этом рестайлинге – это абсолютно новый двигатель. До рестайли была большая проблема, что он был ненадежный. Очень часто были гарантийные замены. Теперь же это абсолютно новый 4-литровый атмосферник от, по сути, гоночного 911. И ощущения идентичные. Кажется, что ты за рулем гоночного болида. Отсечка этого двигателя – 9000 оборотов. И он живой. Атмосферник – это и отличает его от турбированных двигателей тем, что он живой. У турбированных версий обычно до 1500-2000 момента не очень много. После того, как турбины раскручиваются, полка момента сумасшедшая, она вас накрывает, эта волна. И она практически одинаковое ощущение дает вплоть до самой отсечки. Здесь же, в зависимости от того, какие обороты у двигателя, автомобиль будет вести себя по-разному. На низах он спокоен. Даже, я бы сказал, немного не хватает момента. На средних оборотах он уже тянет, причем достаточно серьезно. Последние же – 2000, а отсечка здесь – 9000 оборотов. Это просто сумасшествие. Выхлоп в этом автомобиле вторит за двигателем. На низах оппозитник курчит. Ну, звук такой, не самый крутой. На средних оборотах появляется рык. Очень даже красивый. Ну, а на верхах этот рык, он перерастает в сумасшедший визг с металлическим звоном. Как будто бы это не спорткар, а какой-то мотоцикл. Наверное, даже лучше сравнить этот автомобиль не с мотоциклом, а с действительно гоночным болидом. Ну, например, GT3. Ведь это же Porsche 911 GT3. Не верится, что это автомобиль для дорог общего пользования. Руль, подвеска – все настроено так. Автомобиль будто бы читает ваши мысли, и просто он держит траекторию сумасшедше. Тормоза такие же, несмотря на то, что на данной модели здесь просто сталь. Поверьте, перегреть ее в городе, я не знаю как. На треке надо очень постараться. У Porsche очень хорошие стальные тормоза. Керамику можно поставить опционально, если вам нужно. Что же касается управляемости, как в затяжных поворотах, так и при резких перестроениях. Автомобиль вообще не кренится. Он как будто прилеплен к дороге. Добавьте к этому подруливающую заднюю ось. Такое ощущение, что в компьютерной игре, куда вы руль повернули, туда автомобиль и поехал. Кстати, о руле. Здесь электроусилитель. В дорестайле многие жаловались, что он как-то странно настроен. Никаких нареканий. Рулик тяжелый, но при этом крайне точный. Как я уже говорил, как будто это продолжение вашей мысли. Куда вы хотите автомобиль, туда направляйте. Повинуются беспрекословно. Добавьте к этому сумасшедшему просто двигателю прекрасную коробку передач, а это ПДК, эталон. Просто стреляет молниеносно. Вверх, вниз, неважно. Здесь даже есть прикольная фишка, то что вы зажимаете оба лепестка, и вместо сигнала можете пугать прохожих, потому что сцепление размыкается. Можно делать вот так вот. Ощущение вот этого спортивного гоночного болида создает интерьер. У нас в Чечен, здесь везде алькантара и ничто не отвлекает вас от дороги. Вам все время хочется валить. Сзади полукаркас, огромный спойлер в зеркале заднего вида. Ощущение, как будто бы взяли вы гоночный автомобиль и выехали с ним на дорогу общего пользования. Вообще, когда ты управляешь этим автомобилем, здесь везде все кричит качество, запас. В каком смысле? Запас прочности двигателя, запас прочности коробки передач, качество сборки салона. Здесь все, все. Чувствуется вот эта немецкая педантичность. Каждая маленькая деталь предусмотрена и проверена. И я уверен, что здесь ничего не сломается. И когда первые впечатления, эмоции устаканиваются, ты начинаешь думать, анализировать и обнаружишь недостатки. Шум. Да, я понимаю, это автомобиль, который пригоден для прыгней. Он гоночный, он спортивный. Но здесь шумки просто нету. Я могу слышать, как бьются камни об задние арки колес. Добавьте к этому этот сумасшедший звенящий выхлоп и через пару часов езды, когда ты выходишь из машины, ты устаешь. Ощущение вот этого автомобиля в целом, вот этого суперпрофессионала, который идеально делает свою работу, но при этом у него весь график расписан на год вперед. Он никогда не отвлекается, все делает по инструкции, никогда от нее не будет отклоняться. И если вы даже попытаетесь пошутить, он наверняка не засмеется, не улыбнется, а делает вот так. Как я уже говорил в начале таз-драйва заднеприводных атмосферных спортивных автомобилей почти не осталось. Но варианты есть. Например, вот этот автомобиль. Конкурентом мы выбрали Ferrari 458 Italia. В отличие от Porsche 911, у которого все выберено, все по графику. Здесь хочется шалить. Получаешь удовольствие как раз от того, что машина не идеальна на дороге. Она постоянно чуть-чуть, чуть-чуть виляет задней части. Машина при этом настроена на испыточную поворачиваемость. Но это вовсе не означает, что автомобиль становится бешеным и с ним постоянно нужно бороться. Как, например, с каким-нибудь корветом или вайпером. Если ты захочешь на этом автомобиле поехать быстро и по их траектории, и будешь делать это с умом, тебе это очень легко получится. Помимо этого, у нас есть специальная система от Ferrari SSC, Side Sleep Control, которая помогает дрифтить. Отличается здесь и двигатель. Тяга значительная уже с середины оборотов. Его не нужно постоянно крутить. Но при этом, если мы его раскрутим до отсечки, звук совсем другой. Если в Porsche это механический ор, то здесь это итальянское пение. Добавьте к другим ощущениям от вождения совсем другие сидения. Не то, чтобы здесь лучше или хуже, просто здесь есть подушечки, они помягче, хоть и те же гоночные ковши. В Porsche это прям карбоновые сидения из гоночного автомобиля. Ну и, наконец, здесь другая подвеска. Она помягче. Специально для этого мы провели научный эксперимент. Итак, я со своей коллегой Марией в центре Москвы. Мы на брусчатке проверим, насколько жесток 901 GT3. Как вы видите, автомобиль намного жестче. Машины вроде бы очень похожи, но при этом они абсолютно разные в своем характере. Если Porsche GT3 это профессиональный спортсмен, который готовится к Олимпиаде, у него есть цель, он идет к ней и не шага в сторону. То 458 Ferrari это тоже такой же профессиональный спортсмен, но сейчас не сезон. Можно расслабиться, повеселиться с друзьями, разлезть, отдохнуть, может быть даже сходить. Чтобы дополнить впечатление от автомобилей, мы специально спросили любителя Porsche о Ferrari, а любителя Ferrari о Porsche, что они думают об этих авто. С нами Филипп, он большой ценитель марки Porsche. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Здравствуйте. Филипп, почему вы предпочитаете Porsche Ferrari? Ну, если говорить откровенно, то вот знак Ferrari. Это первая причина, а вторая, ну просто Porsche круче. Новые моторы, новые коробки, все технологичнее. Не, ну понятно, GT3 это новый автомобиль, он очень технологичный, но Ferrari, это же Италия, столько эмоций, экспрессий, сам автомобиль внешний как выглядит. Porsche не меняется сколько лет уже? Возможно, но это дело вкуса, дело традиции, если ты приверженец марки и хочешь попробовать что-то новое, то мне кажется надо идти к своей цели. Вот возможно, когда-нибудь я буду обладать и Ferrari. Спасибо вам, Филипп. Спасибо. С нами Сергей. Он управлял как многими моделями Ferrari, так и Porsche, но почему-то предпочитает Ferrari. Почему, Сергей? Трудно сказать это людям, которые не управляли ни тем, ни другим автомобилем. Которые не управляли ни тем, ни другим автомобилем. Спортивная машина это не только цифры прохождения трассы для разгона. Согласен. Это прежде всего история об эмоциях. Мы ведь не берем ее, чтобы быстро дыхать на работу, мы берем ее, чтобы получить кайф. Немецкие машины, они слишком нацелены на результат, они забывают о самом процессе. Они бывают быстрые, выверенные, но в них не улыбаешься. Это как немецкое порно. Вы смотрите его, вы достигаете конца, но удовольствия в процессе вы не получите. Лучше посмотреть фильм с Моникой Белучи, где не будет таких откровенных сцен, но удовольствия будет гораздо больше. Такой вопрос. Смотрите, но GT3, она же как раз нацелена на то, что это гоночный автомобиль для дорог общего пользования. Тем более, с таким огромным антикрылом и с этим ярким Miami Blue, по-моему, более чем эмоциональный автомобиль. Ну, над цветами я шутить не буду, это все равно, что избивать инвалиды, как бы в наших условиях. Давайте посмотрим на этот гоночный автомобиль. До этого здесь стояла Ferrari, у которой очень выверенный силуэт. У нее отличная аэродинамика, но создавая эту аэродинамику, завод не забыл о красоте. В то время как Porsche думает только о времени на треке. Фаста, фаста! И поэтому они берут и делают вот это, они называют это крыло, я называю это позорище. Скамейка, скамейка объективная, она здоровая. Такие уже даже стритрейсеры избутал, не ставят то, что это за шквар. И говорят хозяину, уезжай с ним на улицу, уезжай с ним на работу, уезжай с ним по делам. Ну, это нехорошо. Вот об этом вся немецкая автопромышленность. Столько результатов, никаких эмоций, ни стиля, ничего. Поэтому я люблю Ferrari. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Получается как-то так. Вроде бы автомобили очень похожи. И там, и там задний привод, атмосферный двигатель, 9000 оборотов отсечки. Но при этом они абсолютно разные. Какой из этих двух одинаковых, но в то же время абсолютно разных автомобилей ближе вам? Напишите в комментариях. С вами был Дрек Таймс Дэс Драйв, Артемий Ем. До новых встреч! ПОДПИСЫВАЮЩЕЙСКИ ДОЛЬСКИ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok